всем доброе утро то что такой номер так себе и в душевой воняет это все ерунда то что здесь дубарь и человек спит по двумя одеялами потому что холодно и светильник над головой который пришлось снять вот это шедевр подцепить над над кроватью он висел вот здесь человек два раза ударился головой выезжал с отеля вот так фуры перегородили проезд смотрю человек едет на рено не в ту сторону думаю наверно знает куда выезжать я за ним баз тупик куда вы где выезд он где-то я тут сюда на сертификацию приехал спросил условия принципе такие как в узкие сейчас попробуем пройти был вторым стал третьим и так ребята рубрика дорога домой вот с чего начинается настроение значит отстояла очередь на этой горе сертификации 23 минуты рабочего дня только лишь запустили первого человека я уже когда вышел оттуда было 42 минуты вы представляете 42 минуты рабочего часа вот насколько люди плюют просто на своих соплеменников сограждан я не знаю как так можно вообще к работе своей относиться я не понимаю вот я бы хотел чтобы к ней так врач приехал через 42 минуты вместо положенных 10 минут понимаете ведь я уверен что она будет вызывать скорой будет возмущаться почему что долго едет скоро ей положено 7 минут ехать она приехала через 42 минуты но когда люди стоят в холодном коридоре замерзшие голодные с дороги и плевать просто она сидит в теплом кабинете и она делает бумажки я слышу задаю человеку вопрос а у вас катализатор нормальный он там есть машина 99 года я в ужасе захожу у вас что качели начинается говорю или как они это у вас какого года яру 8 они у вас будет типа все нормально вы понимаете дальше начинаю проходить мы доллары не берем все ребята я понял все я развернулся и поехал в луч я вот не могу понять вот эту сертификацию вам пришли люди хотят заплатить деньги мы же все взрослые люди прекрасно понимаем для чего все это делается для выкачки денег и мало денег они еще начинают придираться к брызговикам там еще к чему-то вот почему в европе машины лучше едешь и прям чувствуешь как камни летят по кузову прям такой звук не знаю вам микрофон запишет это ли не мне кажется тот кто вот с этим живет и ни разу не видел как можно жить по-другому наверно ему все это как бы ему нормально когда ты вот увидишь все-таки как должно быть как у нас а а а а а а а а а ой как машинку жалко ой 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 обгоняем 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 чтоб что-то видеть вы это слышите как песок валит по машине огромная разница заезжаю сам очень приятные девчонки в начале так сейчас будут фары проверять у меня эмоции вам проходят сертификацию это просто это просто я все прошел я я все прошел то просто не передать словами друзья вот так должно быть все понимаете вот такое отношение учитесь жирные зажранные чиновники которые кровь пьют у людей понимаете вот так должны работать люди приехали машина с европы ядрен батон блин какая нахрен сертификация какие нахер фары какие брезговики я там потерял 42 минуты в я с 8 дождался до 9 в 9 она пришла на работу 15 минут она расчехлялась хочу сказать по поводу сертификации проходил я на победы там где санек записал репортаж про то как он проходил это действительно кошмар саша там в конце где-то сказал что там оно должно быть да ничего этого не должно быть вот мое мнение не должно если не могут организовать нормально то лучше его не будет вообще если мне специалист которого взяли с улицы с гаража не обучили предъявляет что у меня на автомобиле должны стоять грязновики или брезговики то зачем такая сертификация если он мне на фаре показывает шов и говорит эта трещина вы понимаете то есть он ищет в автомобиле евро пять придраться чтобы я не прошел а для чего это делается для того чтобы я ему дал денег но иногда для того чтобы просто показать свою значимость это еще страшнее когда хочет денег ладно денег дал и поехал домой но когда человек тебе просто показывает свою значимость и говорит что ты не пройдешь ты отстоял очередь там день полдня потерял и ты не прошел то я считаю что нафиг такая сертификация нужно сегодня утром я пытался на ягодине пройти 42 минуты у меня вылетело просто в трубу я из-за этих 42 минут могу может быть не растаможиться не успеть понимаете надеюсь успею я уже приехал спасибо дорогая друзья вот что такое машина в украине видите приехал в украину в луцк весь передок в песке посмотрите что песка на дисках друзья кто мне скажет что не бывает чудес я выхожу с терминала останий я растаможился ура день рождения удалось просто все говорили что я не растаможен человек верил что растаможен я растаможился ну я думаю ехать сейчас опасно как гололед идем в отель еще одна ночевка в отеле и домой друзья теперь почувствуйте разницу номер за 350 гривень луцк тапочки шампунь щетка мыло два хороших полотенца но самое главное это тепло которое я вам не могу передать тут очень тепло картина шкаф ванна душевая и всего лишь за 350 гривень халява да это просто же как шумела эта батарея я зубы полоскал я все друзья спасибо за поздравление с днем рождения всем пока всем доброе утро снова дорога на этот раз пытаемся выехать на варшавку но хочу вам сказать задний привод все-таки адреналинщика подкидывает как-то так хотя пару раз пытался на повороте газануть она не дает уйти в занос вот смотрите как реализован достаточно крутой поворот один отражатель второго нету третий развернут в противоположную сторону четвертый спасибо на конце поворота уже нормально стоит то есть понимаете вот отношение дорожной службы к безопасности нашей с вами безопасности я вообще не знаю мне кажется же за что бы ты не брался ты должен доделать с душой хорошо это повороте вообще нет знаком вообще нет вот видите одни столбики остались уважаемые чиновники если вы не мониторите свои дороги я вам сообщаю по дороге слуцка в сарны нету знаков на крутых поворотах я просто кайфую от того что вот я пригоняю хорошую машинку покатался на ней покайфовал и в хорошие руки людям хочу сказать здесь очень классно реализован круиз-контроль я правда его не сразу увидел где он находится с левой стороны под рулем внизу всего вот так вот глаза опускаешь вроде как не видно прикольно мне понравилось как они предупреждают что качается бензин на 100 километров бум такая большой значок потом пропадаешь не раздражать глаза и на 50 километров бум блин ну как она дорогу держит это вообще то ли вот эта стабилизация и и широкие колеса она как-то вот вот держит она ее понимаете вы даже так же когда по ней проскакивал как subaru накачивающим даже ну личных движений нет может соотношение веса все в гармонии такой просто восторг восторг от машины а у вас на дачу до варшавка конечно сплошной лед экономят государственные деньги экономные вот такие и наверное в конце месяца получат премию за сэкономленные государственные деньги тема кстати еще с советского союза идет вот почему чиновники нас обманывают дурят не додают потому что они за это премию потом получают и вот что хочу сказать буду стараться максимально быть вежливым останавливают будут показывать документы посмотрим что из этого выйдет конечно если раньше я вам скажу я ехал его на франковск с киева меня могли 5-6 раз остановить и 5-6 раз побрить на 10-20 рублей на то время это конечно было ужасно то есть у меня было такое что я отдавал последние деньги и говорил лейтенанту спасибо а он не говорил пожалуйста это ненормально за превращение скорости и так далее так жила вся страна друзья то есть когда останавливала полиция они останавливали очень часто иногда в день два раза иногда три раза и просто ты уже понимал что ты должен отдать 10 рублей на то время это конечно вспоминать очень неприятно но так было ну вот собственно говоря поэтому у нас такой конфликт и произошел что люди просто устали на от этого всего если полиция будет себя адекватно вести сейчас то мне кажется это все уйдет в прошлое обогнать фуру в украине это конечно еще тот экстрим это еще тот экстрим так из нее сыпет грязью просто 6 ребята включайте фары потому что это реально безопасность меньше восьми литров на 100 километров никак не получается достигнуть 8 . обожаю заправки и педи и цены адекватные и качество заходишь в туалет и чувствуешь себя человеком ты зашел в нормальной стране нормальный туалет всегда чистенько аккуратненько ну просто молодцы вот 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 как много как много зависит от директора от хозяина вот как вот вот иногда на хамят тебе магазине даже не хочется к директору обращаться потому что ты понимаешь что нормальный человек такого работника держать не будет и ты просто нарвешься еще на очередного хама вот эта красота просто новый год супер безопасность да вот он посыпает у него всего лишь какая-то совковая старая мигалочка его бляха должны видеть понимаете таком тумане блин ужас просто просто ужас коросты не как воровали люки так и воруют прямо возле дома суда торчит веточка в люке ты капец едет транзитом через корс и будьте очень осторожны здесь на дороге могут отсутствовать канализационные люди ну что друзья попытался я опять на у сенка поставить машину опять начались эти качели еду на кольцевую быстро дорогой все номера получены быстро блин полчаса